Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня на моём канале будет видео о вот этом красавце под названием HyperX Quadcast. Так что настраивайте свои динамики, наушники, ваши уши и поехали! Начнём с того, что, в принципе, история покупки микрофона у меня была очень весёлая, ведь планировала я его купить, не именно этот микрофон, а, в принципе, любой новый микрофон я планировала купить уже в течение года, но каждый раз я забывала об этом и тратила все свои деньги, которые мне приходили на всё что угодно, но не на новый микрофон, да. Зачем развивать канал, какая разница? Ну, в общем, благодаря одному человеку всё-таки сейчас, именно сейчас у меня появился этот замечательный микрофон, чему я очень рада. Вы даже не представляете, как я визжала, когда мне привезли вот эту гигантскую коробку, и я такая, типа, просто в шоке, да. Я не специалист, я не технический какой-то обзорщик, я просто ютубер такой, у которого немножко подписчиков, и поэтому я просто снимаю для вас, ну или если кто-то случайно наткнулся на моё видео, то тебе видос от непрофессионала. Так что, да, давайте смотреть вместе и разбираться в нём. У него есть одна особенность, которая мне очень-очень нравится, она понравилась даже моему парню. Значит, суперская подсветка, это ладно, но то, что ты говоришь, 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 он всё записывает, это записывает он, зараза, это хорошо, ничего с этим не скажешь. Ну, стоит сделать вот так вот, и он ничего не записывает, совершенно ничего. А так записывает, а так не записывает. И так что, как нельзя этим не кайфовать от этого, да, с одной стороны, случайно как-то это не так... Хотя я лично не понимаю, как можно вообще тут что-то не так задеть, чтобы он начал запис... он перестал записывать. То есть, как нужно... я просто не хочу сейчас микрофон включать. Как нужно тут провести рукой, чтобы он перестал записывать. Единственное, я вот со всеми понятиями не знакома в сфере микрофонов, а специально готовить текст под видос, конечно же, зачем не буду. Что из реальных... вообще, что он из себя представляет? Он очень круто, у него крутая подставка, она железная, такая вытистое, с резиновыми ножками маленькими, чтобы из серии не скользить по поверхности. У него четыре режима. Название? Фиг знает. Я не спец и не профи. Загуглитесь сами. Я вам лишь могу показать просто, где они находятся. Потом, вот эта штука, которая, насколько я помню, называется паук, которая должна, по идее, ликвидировать вот эти вот всякие шумы, которые фиг знает, ликвидируются или нет. Я согласна с тем, что она очень тугая, то есть, реально, была бы немножечко помягче, наверное, бы он еще, еще лучше как-то это все убирал бы. Не факт, кто знает. То есть, я просто во всем этом не мастер. Удивительно то, что регулировка чувствительности у него, дамы и господа, однако, находится вот тут, в самом низу. И можно записывать ASMR-видео, что мы сегодня и попробуем чуть-чуть. А так можно вообще не напрягаться и вообще тут сидеть и шептать, а он будет тебя хорошо слышать, и это круто. Ну, обычно, кстати, я заметила, что многих он стоит либо на двоечке, либо на троечке, потому что, ну, не знаю, им так удобно, да и менее, если честно. Учитывая то, что у меня голос довольно-таки песклявый, и он то басит, то ли пищит. Он вроде как-то делает мой голос не таким противным, что ли. Ну, короче, на самом деле, я очень в восторге от этого микрофона, и, если честно, изначально, когда я думала о покупке микрофона, это был Samson 1P какой-то там. Потом же пошла идея, может быть, взять всё-таки блюетти, но потом я согласилась с тем, я посмотрела обзоры, посмотрела сравнения, что блюетти достаточно громоздкий, и... Ну, хотя меня это лично никогда не останавливает. В блюетти нужно было бы докупать специальную штуку, которая бы сглаживала все вот эти БПСЩ, и делая их более, скажем так, не такими противными на слух. У него же, оно находится всё под этим куполом, который, кстати, фиг знает, оно как-то всё разбирается или не разбирается, потому что я слышала, что материал, который вот это смягчает вот эти страшные звуки, он имеет свойство впитывать в себя запах. Я, конечно, чесноком не очень люблю питаться, но всё-таки любопытно, а разбирается ли оно вообще. Но проверять мы это не будем. В принципе, микрофон очень классный, на самом деле, я на нём ещё пока видосов особо не снимала, сняла только один. Вот, кстати, он сейчас находится в процессе загружимости в общем выставления на YouTube. И я боялась, что будет неудобно, потому что, как видите, у меня перед ноутбуком места нету, ногу, руку для микрофона я ещё себе не купила, поэтому он у меня стоит сбоку. А учитывая то, что играю, я сижу, пялюсь вот в этого шикарного спайра, ну, точнее, на игру, которая на мониторе, микрофон стоит сбоку, и я боялась, что когда я буду говорить в мониторе, а микрофон стоит сбоку, всё будет очень плохо. Нет. Я поставила адекватный режим, когда он записывает только то, что перед тобой. И несмотря на то, что я говорю туда, а он стоит здесь, он меня хорошо записывает. Записывает. То есть, прям вот вообще молодец, умница, и чтоб ты у меня вечно жил. Пожалуйста. Я не хочу тебя терять. Кстати, заказала, если что, я его на... О, кстати, хороший момент. Сейчас за окном едет трактор. Насколько это слышно? Потому что... А слышно ли меня вообще? Наверное, слышно. Всё. Всё, трактор уехал далеко. Прекрасно. Ну, вообще... Как его можно не любить? Как его можно не желать? Просто посмотрите, это первый микрофон HyperX, и он шикарен. Он шикарен внешне, он шикарен в комплектации. То есть, уже... Вот этот паучок... Не помню, как называется. И вот эта вот ножка, на которой он держится. Кстати, можно ещё делать... Простите меня заранее. Можно, значит, поставить его вот так, и будет... И так выглядит всё ещё лучше. Да, простите за шумы, которые я сейчас буду делать, передвигая микрофон. Но, кстати... Опять везде моя шерсть... Моя... Не моя шерсть, а шерсть моих животных. Извиняюсь. Кстати, вот регуляторы режимов находятся сзади. И то есть, это, в принципе, нормально. Я вначале долго думала... Я не... Ну, что с меня взять? Я вначале долго думала, как его ставить. Потому что я вначале думала поставить либо так, либо задом наперёд. Потом вроде вспомнила, что у всех тех ютуберов, которые его обозревали, регуляторы направлены в камеру. А рычажки на них... То есть, вот эти вот кружочки, регуляторы... Восприимчивости. Да. Так что, на самом деле, это очень круто. В тот же вечер, когда мне его привезли, спасибо, что вообще мне его привезли на дом. Если что, кстати, заказала я его в магазине Player.ru. Спасибо им большое, что он вообще у них есть. И что доставили они мне его в тот же день. Это вообще супер. Да. Так что, классно. Если вам что-то надо, и вам надо это срочно в этот же день. Практика показывает, что если оно есть на Player.ru, то заказывается на Player.ru. Там можно сделать так, чтобы прям в этот же день доставку сделали. Это круто. Это реально круто. Потому что, когда приспичивают здесь и сейчас, они это делают. Здесь и сейчас. Ну, в течение дня. Вот. Так что, вообще, очень классно. Я до сих пор не могу им не нарадоваться. Мы тестили его с моей мамой, с моим парнем. Ну, так, конечно, не на профессиональном уровне. Я же не технический канал. Я канал чисто по своим каким-то маленьким играм, которые даже я, в принципе, снимаю редко. Но я надеюсь, что вот смотря на вот эти вот соты этого шикарного произведения искусства, я буду еще больше желать снимать видосы. Потому что, когда я монтирую видосы и слышу свой же голос, я даже не воспринимала, не думала о том, насколько качественно он звучит. Потом я уже начала об этом задумываться. А так вот просто, когда я записала первую пробу голоса на него и включила свои обычные видосы, которые записывались, бог знает сколько, два года, на вот этот микрофон, встроенный в ноутбук, и сравнила его с этим, я поняла, что это само блаженство. И просто живи, пожалуйста, и работай столько, сколько мне нужно будет. Так что, ребят, если на самом деле думаете брать себе HyperX Quadcast или Blue Yeti, все очень просто. Blue Yeti тоже хорошее качество записи, если для СМР тоже очень хорошее качество записи. Но, если вы именно хотите стримить или просто запись голоса делать, готовьтесь к тому, что вам придется покупать вот эту насадочку, которая будет смягчать всякие БП, СШ, ЖЗ. Просто ЖИЗ. Она будет все это смягчать, вам придется это и покупать, потому что, насколько я помню, в комплекте она не идет. Не идет же, да? А тут уже вам и подставочка шикарная, и паучок нормальный, и смягчение, которое где-то внутри находится, шикарная подсветка, легкое включение-выключение микрофона и просто муа, на самом деле. Учитывая то, ребят, напоминаю, кто не в курсе, это первый их микрофон. Ага. Да, я как бы на самом деле человек, который в жизни было всего лишь микрофоны в встроенных вакуумных наушниках, микрофоны на больших наушниках, микрофоны. Один раз я купила себе, знаете, вот, который вот такой вот, и серая подставочка, такая палочка, и она вот поднимается, и ты в нее говоришь за 800 с чем-то рублей, даже дешевле, не помню. Который в итоге потом у меня забрали, скажем так. И потом я поняла, что, знаете, вот обычно все начинают, типа, вначале с дешевого микрофона, потом подороже микрофон, а потом уже они покупают себе хороший, качественный микрофон. Типа, вот, живут, и канал у них становится лучше, и жизнь у них становится ярче, и подписчики радуются. Я так не могу. Я, если знаю, что есть качественная штука, которая стоит, на самом деле, нормально, по соотношению цены и качества, то я не буду брать никакую, там, тот же самый Blue Snowball за, сколько, 6 тысяч? Не помню, неважно. Я лучше поднакоплю, или попрошу даже помощи у родных, потому что, ну, я занимаюсь каналом, я, это мое увлечение, это мое хобби. Просто дошло, хобби жизни, ютуб-канал. Знаете, я только что это поняла. Хм, да, держи. И куплю нормальную технику с первого раза, чем я вначале куплю себе какую-то дешевле, потом, спустя 2 года, я куплю что-то получше, и еще спустя несколько лет, куплю себе что-то вообще зашибенное. Зачем? Если можно поднакопить, постараться, попросить или что-то как-то договориться, и, ну, в общем, просто нажать педаль газа и получить хорошую вещь уже, скажем так, здесь реально и сейчас. Так что, на самом деле, я очень рада, что у меня вообще в жизни появился этот микрофон, что теперь мои видосы я буду записывать только с ним. Я прям не могу. Вы бы видели, как я пищала, как я радовалась, как я кричала от восторга, как я просто благодарила того человека, который мне помог с его покупкой. Так что, ребята, оно того стоит. Хороший микрофон, качественный микрофон. Конечно, все режимы я пробовала, но так, потому что для себя мне нужен только один, который направлен лишь на меня. А так, да, на самом деле, у него хорошо работают режимы. Все, что вокруг него записывать, записывать только спереди и сзади. И какой-то еще режим, простите, не помню, забыла. Так что, а сейчас, дорогие мои друзья, мы перейдем к самой, к самой, ух, самой интересной части. А часть эта называется АСМР. Для этих нужд я даже специально взяла те вещи, которые чаще всего тестят в этих случаях. Так что, подождем, буквально через секунду мы вернемся, я уже буду в наушниках. И даже не знаю, как это все будет происходить. Так что... Первая проба АСМР записи. Будем использовать разные штуки. Специально для этого я взяла даже чипсы из магазина, но к ним перейдем позже. Теперь перейдем к шидкости. Теперь слайм очень плохого качества. Я даже не могу в нем руки опускать, потому что он очень-очень липкий. И самое-самое популярное у всех чипсики. Я взяла слайм очень-очень липкий. Я делаю слайм очень-очень липкий. Я добавлю bilбок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю на этом можно закончить Так что вы понимаете, что для АСМР он тоже подходит Так что ставьте лайк, пишите комментарии Что вы думаете по поводу этого микрофона Ссылку на него в магазине я оставлю в описании Так что ставьте еще также лайки Если у вас есть такой микрофон Если вам понравилось это видео Не забудьте нажать на колокольчик И подписаться на мой канал Так что всем удачи Надеюсь вы тоже найдете когда-нибудь свой идеальный микрофон Так что до встречи в следующем видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok